Я предложу вашему вниманию немножко видоизмененную, расширенную презентацию, которую я делала на парламентских слушаниях в Государственной Думе, которые прошедшие буквально меньше месяца назад. Мне кажется, что это будет... Наверное, я здесь, конечно, не оригинально в этой аудитории, но тем не менее у чиновников это почему-то вызвало очень большую реакцию, у депутатов вызвало большую реакцию, и меня потом просили рассказать, и вот, собственно, вы сейчас это увидите. Ну, начну с того, что последнее все время мы всегда говорим про новые технологии. Кстати, наши иностранные коллеги, у вас должен быть перевод презентации на английском языке в ваших материалах. You have the English version of the printed materials. Новые технологии. Мы... Все вот эти понятия, которые вы видите на слуху, big data, искусственный интеллект, блокчейн... Каждый день мы открываем газету, будь то желтая пресса, будь то какая-то любая другая, везде мы видим эти самые названия. Это похоже, знаете, на какой-то такой квест, куда... В котором мы бегаем за подсказками и ищем, что же там будет следующее. Чем этот квест плох? Ну, во-первых, этот квест не наш. Кто-то другой придумывает эти подсказки, их раскладывает, а мы, вот как группа таких школьников, бегаем и эти подсказки ищем. Во-вторых, есть евангелисты, так называемые евангелисты. Очень хороший термин, который пришел из проповедования религиозных убеждений. И, значит, сейчас вот такие евангелисты нам втюхивают эти новинки, как правило, в них не очень хорошо разбираясь. При этом вокруг возникает шумиха в прессе, которая мешает и без того трудностям понимания, что же это такое за новая технология, поскольку создает такой большой информационный пузырь. И очень сильно гнетается ощущение, что не опоздать, не опоздать, быстрее надо хватать мешки, иначе мы все, все вокзал уедет, и мы останемся здесь на обочине истории. В результате происходит немедленная, или попытка, вернее, немедленного внедрения этих самых разрекламированных новых технологий, а о рисках никто не говорит. Почему не стоит за такими новинками мчаться, на мой взгляд? Во-первых, потому что это чужая повестка, мы играем в чужую игру. Это не мы себе придумываем, что нам нужен блокчейн, потому что мы просто вот долго думали, и мы поняли, что, допустим, в сельском хозяйстве очень нужно применять данную конкретную технологию. И у нас есть конкретные потребности в сельском хозяйстве, или в другом любом виде бизнеса, или от отрасли, где вот эта ровно технология нужна. А наоборот, появилась технология, и нам говорят, вот если вы ее не внедрите, то вы будете, и так далее. И поскольку мы, если ее не внедрим, то мы не будем, то получается, что мы всегда как бы не успеваем, потому что кто-то уже где-то там внедрил, правда, мы никогда живьем не видели этого кого-то, но нам говорят, что там где-то была огромная польза, там было вообще классно, а вот мы пока нет, значит, мы отстающие. А при этом заметим себе, что поскольку у нас, как правило, эти технологии, ну там иногда появляются новые, но вообще говоря, очень большой массой они идут из-за рубежа к нам, то получается, что мы чьи-то чужие технологии должны вот сейчас к себе внедрить, чтобы вот как раз вот этот вот эффект отстающего, значит, в него не попасть. А поскольку все новые технологии, ну не в этой аудитории мне рассказывать, что все современные новые технологии имеют средства удаленного контроля, удаленного управления, соответственно, удаленного выключения, то получается, что мы не просто их в себе внедряем, но еще и даем кому-то возможность удаленного контроля. И тем самым, по сути, мы углубляем свою зависимость от иностранных технологий, вместо того, чтобы строить что-то свое. Так итог этого будет то, что я называю цифровой колонизацией, что мы, по сути, в значительной степени уже зависимы от иностранных технологий, а если мы и дальше будем двигаться по этому квесту, то так мы там и останемся. Ну давайте мы попробуем, я попробовал сравнить. Это, конечно, сложно, потому что разные технологии, естественно, имеют разные плюсы и минусы. И, в общем, это как среднюю температуру по больнице брать, но тем не менее, давайте попробуем придумать, почему так лоббируются новые технологии. Ну, во-первых, это новые функции. Новые функции – это хорошо, да, действительно, новые возможности. Но, как мы уже говорили, есть зависимость от внешнего, значит, угроза внешнего управления. Это же там же массовая слежка, да, потому что все новые технологии эти это позволяют. С одной стороны, вроде бы нам говорят, что будут новые профессии, а с другой стороны, мы видим, что есть риск исчезновения старой, и вообще говоря, есть риск очень мощной новой волны безработицы. Да, об этом говорят, но никто не предлагает, что же с этим делать, потому что понятно, что, скажем, переучить водителей в системотехниками, управляющими роботов, ну, это какая-то утопия, да, это невозможно. С одной стороны, нам обещают повышение эффективности бизнеса, с другой стороны, вообще говоря, очень часто новые технологии влекут за собой какие-то юридические, этические проблемы, которые тоже замалчиваются. Дальше хочу привести пример. Вот этот пример я, кстати, не проводила, потому что совсем недавно Международный валютный фонд произвел исследование цифровизации Индии. Очень полезно, мне кажется, нам, и очень адекватно для как раз вот нашего примера. Значит, Индия заявила у себя цифровую экономику некоторое время назад, планировалась масштабная цифровизация экономики страны, в том числе финансовая сфера, налоговая система, госзакупок и социальных выплат. Значит, в результате была изъята наличность, очень много наличности просто исчезло, лимит по операциям с наличностью снизили, отменили комиссию, там разрешили электронные платежи, внедрили программу биометрической аутентификации личности. Результатом стало, это, заметим себе, не мои данные, это доклад Международного валютного фонда, сделанный в этом году. Результатом стало спад промышленного производства, торможение роста банковского кредитования, сокращение общей экономической активности и снижение валово-национального продукта Индии на примерно 1%. Это к вопросу о том, надо ли нам гнаться, или все-таки нам надо немножко думать. Какие выводы делает МВФ? Опять же, это не мои выводы, сразу скажу, это выводы, сделанные в докладе Международного валютного фонда. Я бы сформулировал их более жестко, они формулируют мягче. Говорят, что излишняя поспешность при внедрении несет риски, что опасно форсирование цифровизации при низком уровне информационной безопасности. Вот это вывод, который, мне кажется, мы красными буквами себе где-то должны вписать в цифровую экономику, там, где мы пытаемся гнать особенно быстро. Ну и там дальше они делают какие-то рекомендации, но это уже, значит, может быть для нас менее интересно. Мне также кажется интересным привести исследование компании Гартнер, это такая большая исследовательская компания, по тому, как вообще происходит внедрение новых технологий. Что есть, оказывается, корреляция от популярности и времени развития технологий. Когда технология только появляется, то она очень резко и быстро набирает популярность, и возникает так называемый пик завышенных ожиданий. Потом, через некоторое время, ничего не происходит, этот интерес спадает, причем падает резко, иногда почти до нуля. И потом, если находится возможность как-то эту технологию реально использовать, тогда уже она выходит на плато так называемой производительности, и дальше уже технология развивается более-менее стабильно. Некоторые технологии проходят эти пики несколько раз. Например, искусственный интеллект. Все мы помним, что были пики популярности еще в 60-е годы, был искусственный интеллект, когда он только-только появился. Тогда фантасты писали очень много всяких о том, как роботы будут управлять миром. Потом произошел спад, выяснилось, что роботы не тут-то, не очень готовы управлять миром. Потом был опять пик популярности, когда машина выиграла у человека в шахматы, потом опять спад, и вот так далее. Искусственный интеллект, он таким зубцом идет. Сейчас опять пик популярности у искусственного интеллекта, действительно произошел низкий прорыв с нейронными сетями, и сейчас от искусственного интеллекта опять ожидают чего-то там, ну посмотрим, что будет дальше. Надо понимать, что во многих новых технологиях мы как раз находимся вот в этом пике, в этом пузыре. Теперь пару слов про импортозамещение буквально. Вот смотрите, как планировалось у нас в стране идет импортозамещение, как планировалось. Вот смотрите, у нас сейчас допустим, ну условно, условный график совершенно, вы понимаете, условно 90% импортных технологий там было, мы хотим к 2024 году, чтобы их было 10%, значит мы будем просто последовательно вот так заменять. В реальности же график совершенно другой, поскольку технологии новые все время появляются, то получается, что вот возникает некий конус, то есть это будет не квадрат, а просто их число будет увеличиваться. И если мы будем бежать за этой цифровизацией, то вот этот вот новый конус, он будет наполняться иностранными технологиями. И вместо развития цифровизации страны мы получим наоборот сужение нашей доли в цифровой экономике. Поэтому правильный сценарий, конечно, был бы, что, конечно, что-то надо заимствовать, безусловно, но большинство из этого чего-то делать все-таки свое. И тогда у нас произойдет расширение, и тогда действительно произойдет импортозамещение. Ну и просто выводы хочу сделать, что два на самом деле больших вывода. Первое, что нам не надо увлекаться вот этим вот пузырем медийным, который возникает вокруг новых технологий, а все-таки ждать, когда технология покажет свою реальную производительность. Самый простой пример – блокчейн. Очень много говорили, внедрения разовые, частные, очень мелкие, и никаких глобальных внедрений пока речь не идет. Вот давайте мы посмотрим, когда пустите частные там внедрения, покажут свою эффективность. Увидим, что да, класс. Тогда начнем массово внедрять. А до тех пор не очень надо. И второй важный вопрос – это регулирование. Регулирование, конечно, должно быть, потому что если мы забываем об этом, то данные наших граждан начинают массово выкачиваться, потом ими торгуют все, кому не лень, потом вы обнаруживаете, что ваши данные уже проданы там какому-то пятому лицу, и вам в лучшем случае приходит реклама, а в худшем случае за вами начинают следить уже конкретно с целью вашей разработки, и вы ничего с этим не можете сделать. И с этим надо что-то делать. Должно быть регулирование, должна быть защита личных данных граждан, должна быть защита личности. И прежде чем мы перескочим вот в цифровой мир, мы должны четко понимать, какие законы должны защищать граждан, должны защищать общество и бизнес, и должны защищать государство. Вот, собственно, все. Ну и вывод, понятно, что развивать свое благо у нас практически по всем технологиям, которые я здесь упоминал, есть определенные заделы. Спасибо. Спасибо.